Димаш ворвался на сцену на мотоцикле. Пел, как и обычно, вживую, да так, что захватывал аду. Мировая звезда Димаш Кудайберген дал сольный концерт в российском Краснодаре. Был полный зал, а кто бы сомневался, пение этого артиста из Казахстана просто будоражит людей, умиляет сердца и души. Димаш Кудайберген подметил, что Краснодар любит весь мир, как минимум за Анну Нетребко. Я напомню, эта оперная певица как раз что родилась в Краснодаре. Хотел бы за Анну Нетребко. Плавный документ из Солнечного Казахстана. Спасибо. Артист много общался со зрителями, говорил, что люди в СНГ сдержаны, они как-то сдерживают, хранят в себе эмоции. Причем подметил, что абсолютно любая реакция его устроит. Вообще же просил не сдерживать эмоции, вести себя как дома. И, собственно, после этого зал буквально взорвался от эмоций и аплодисментов. Хочется немного пообщаться с вами. Спасибо. Поклонники, пока шел концерт в Краснодаре, в Инстаграме и во всех социальных сетях, писали теплые комментарии. Те же, кто был в самом зале в Краснодаре, не только смотрели концерт, но и снимали это на видео для того, чтобы выложить в интернет, чтобы было что вспомнить и что показать другим. Поклонники подготовились на десятку артиста, шикарно встретили в аэропорту, подготовили препачи, в руках были конфеты и чай Димаш. Кстати, регулярно его пью, очень вкусный, насыщенный. И, конечно, подойдет каждому поклоннику артиста. Рекомендую. Кстати, я напомню, что впереди у Димаша еще 12 сольных концертов. Вот следующий в столице Татарстана, в Казани. На этом видео обязательно будет детальный обзор, что это было, как это будет. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, конечно, подпишитесь на канал. Также я напомню, друзья, что сам иду на концерт Димаша в Минске, который будет 4 апреля. И вот, собственно, мои друзья, именно организаторы, компания Atom Entertainment готова подарить билет, а если будет очень мощная активность по ссылкам, то и два, то и три билета, тому человеку, который напишет интересный комментарий на тему, вот о чем бы вы говорили с Димашем, если бы вместе с ним ехали в купе, либо же сидели рядом, к примеру, в самолете. Написав комментарий, конечно, укажите, как вы подписаны в Инстаграме и Фейсбуке. И очень важно подписаться на ссылки организатора концерта в Инстаграме и Фейсбуке. Опять-таки, все условия есть в описании под этим видео. Посмотрите и разберитесь. Димаш Кудайберген действительно на высшем уровне выступил в Краснодаре. И как бы там кто ни говорил, да, что, быть может, мало билетов куплено и так далее, действительно был полный зал, да, это полный аншлаг. Это говорит о том, что артисты по-прежнему любят и ценят, и еще больше. Даже в Краснодаре все хотят его видеть и слышать. Впереди действительно 12 концертов, вот в частности в Минске билеты уже почти все проданы. Действительно, вы можете еще успеть что-то купить. Опять-таки, в ссылке под описанием, даже не под описанием, а под самим видео в описании, есть, так сказать, ссылочка, да, вы можете, нажав на нее, перейти в то место, где вы можете приобрести билеты без каких-то дополнительных комиссий сразу же у организаторов. Вы знаете, действительно, Димаш Кудайберген талант, потому что и поет высокие ноты, и низкие. У него уникальный диапазон голосовой, да. Собственно, поэтому он победил на Славянском базаре в Витебске. И опять-таки, шоу Арнау покоряет сердца миллионов людей в разных странах, да. В Китае выступал на проекте Айэм Синга и покорил Восточную Азию, да. То есть, действительно, все в восторге от Димаш Кудайбергена. Кроме того, помимо вокала, он еще и хороший человек. Действительно, есть масса видосов в новом канале. Исцеляет людей. И они в этом признаются. И, собственно, благодарят арчисты из Казахстана. Я также напомню, что на следующей неделе Димаш Кудайберген будет в программе «Вечерний Ургант». Конечно, вместе обсудим, что и как пройдет, да. Что касательно вставок по Урганту, знаете, в этот раз вряд ли их будут делать, потому что в прошлый раз, когда ходил Димаш Кудайберген, было, ну, просто шедевральное видео, да. Оно буквально часов за шесть набрало 60 тысяч просмотров. И «Вечерний Ургант» в ручном формате заблокировал это видео. Говорят, вот нельзя, да. И опять-таки им не понравились вставки, где был полный зал поклонников Димаша. Все аплодировали, все были в восторге, да. И вот они пожаловались на эти отрезки. Но в любом случае мы с вами обсудим, что и как там произойдет. Действительно, обойдемся и без вставок «Вечернего Урганта». Опять-таки, программа, конечно, острая так относительно, да. Но в то же время и позитивная, интересная, веселая, да. В гостях будет также Игорь Крутой. Поэтому действительно узнаем о новых планах. Быть может, там расскажут нам подробности совместного концерта, который будет в Казахстане. Друзья, я вас очень сильно люблю. Огромное спасибо, что до сих пор со мной, что смотрите видос. Я искренне ценю и люблю каждого из вас. Конечно, надеюсь, что вы будете смотреть и другие мои видео. В частности, знаете, вышел видос о том, что Филипп Киркоров снял клип романы. Ну, это же просто шок, да. Ну, как такого можно было снимать? То есть, я хочу сказать, антиклип, да, который явно вряд ли поднимет рейтинг. Филипп Киркоров, если не видели, посмотрите на этом канале и выскажите свою позицию. Вот прямо сейчас есть этот видос. Вот обратите внимание, он прямо над рукой. Как только попрощаюсь, обязательно нажимайте. Друзья, счастья вам, успехов, любви, только шикарного настроения. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok